Вот сейчас протравили. Посмотрите, все творится на кухне. Вода лежит. Мусор и тараканы. В таком логове живет горе-сосед. Сергею 38 лет, он инвалид третьей группы. Раньше проходил лечение в психоневрологическом диспансере. Превратил квартиру в рассадник для насекомых после смерти матери. Это случилось 4 года назад. И все это время страдают соседи. Побежали и тараканы, и клопы. И мне пришлось даже заменить новый диван. У меня маленький ребенок, мне просто некуда бежать. Помогите нам, пожалуйста. Мы 3 года боремся, у нас просто нету сил. Мы обращались куда только возможно, но везде идут одни отписки. Люди говорят, Сергей нездоров и погряз в долгах. Мужчина до сих пор не вступил в наследство. Сам бездействует, а от помощи отказывается. Все коммунальные услуги до сих пор приходят к нему вмешивая мать. У него огромная задолженность по коммунальным услугам. Год назад отключили и свет, и горячую воду. Мы решили лично поговорить с Сергеем. Стучали долго, но дверь нам никто не открыл. Вот эта дверь открыта? Конечно. Значит, он ушел? А он ее не закрывает? Он не закрывает. Он ходит, как хочет. Решили его в интернат оформить. Он тоже не хочет. Мальчик нехочуха. Но зато ходит и побирается. Дайте это, дайте то. Только детей пугает в подъезде. Потому что дети маленькие, в школу спускаются. Он может здесь стоять или сидеть, или спать. Но уже по словам соседей, он может и нагадить в подъезде. Чтобы помочь, мы обратились в социальную службу и выяснили, что делать в таких ситуациях. Нужно обратиться в комплексный центр соцобслуживания населения. Речь идет по городу Иркутску. Здесь у нас есть комплексный центр. Он расположен на улице рабочего штаба 47, отделение срочной помощи. В общем, контакты все есть на сайте этого учреждения. А могут обратиться как соседи, как родственники. Могут обратиться сам гражданин. И, соответственно, специалисты этого учреждения выезжают по месту жительства. Проводят обследование, условия проживания. Выясняют, какие у гражданина есть проблемы. Какая необходима помощь. Самостоятельно мужчина не в силах решить свои проблемы. Из-за долгов его могут лишить имущество. Пока Сергею и его соседям никто так и не смог помочь. Мы надеемся, сегодня проблема сдвинется с мертвой точки. И будем следить за развитием событий. Дарья Пастушенко, Артур Рощупкин, АСТВ.